Тут есть студенты старших классов, и есть родители, которые привели старшеклассников. Добровольные, я надеюсь. Или дети, которые привели своих родителей, я не уверена. Какой совет ты бы дал 18-19-летним, которым кажется, что колледж — это не для них? Ну, это возможно, что колледж не для вас. Ну, то есть, есть другие продуктивные вещи, которые вы можете делать. Если вы задумываетесь, если вы старшеклассник и задумываетесь, идти ли вам в колледж, одна из вещей, которую я бы посоветовал, — это выбрать в качестве альтернативы что-то такое же или более сложное. И я бы сказал всем вам, если перед вами когда-либо в жизни стоит выбор, это хорошее как бы универсальное правило. Потому что вы всегда должны спрашивать себя, «Это не подходит мне? Или я просто бесполезный и ленивый?» И ищу ненапряжный путь, потому что некоторые люди более склонны к этому, чем другие. Если вы не очень добросовестны, например, вы будете более склонны к такому поведению. Но это хорошо — держать себя под контролем. Может быть, вы не очень справляетесь на работе, и вы думаете, «Мне нужно либо лучше справляться на работе, либо мне, возможно, следует найти другую работу». Это сложно — лучше справляться на работе. Так что вы можете подумать, является ли ваше решение найти новую работу просто избеганием. Но если есть правило, что вы убегаете только к настолько же или более сложному, или с большими вызовами, то вы как бы контролируете себя вопреки вашим искушениям. И это полезно делать так. Так что я бы сказал, если вы старшеклассник и не хотите поступать в колледж, потому что не думаете, что это для вас, ну, справедливо. У вас есть план лучше? Если ответ «нет», то это не очень хороший план. Это колледж или ничего? Тогда идите в колледж. Потому что ничего — это очень плохой план. Наиболее несчастные 40-летние, с которыми я работал в моей клинической практике, преследовали точно такое же ничего в свои 40, как и в свои 20. Только теперь им уже 40. И это просто не так уж мило, когда вам 40. Это не так уж мило и когда вам 20, но это совсем не мило, когда вам 40. Если вы не хотите идти в колледж, вам нужно заняться чем-то другим, и есть много разных вещей. Вы можете пойти в техучилище, или лагерь для айтишников, или вы можете пойти в армию, или вы можете найти работу, или вы можете заняться творчеством, или вы можете создать предприятие, или вы можете заняться волонтерством. Вам нужно... Вам нужно... иметь видение, которое оправдает ваше решение не идти в колледж. И вы можете попробовать колледж на один год, или семестр, и посмотреть, как пойдет. И я бы также сказал, хоть я и в какой-то степени неоправданно циничен, говоря об институтах высшего образования, когда я ходил в колледж и университет, особенно университет, потому что колледж, в который я ходил, это был маленький колледж, и это очень хороший колледж, и большинство профессоров действительно хотели учить, и я научился там многому. Но в университете это было больше во власти случая. Большинство, довольно большая часть предметов была ужасно плохой. На них учили люди, которые вообще не хотели учить кого-либо чему-либо. Даже если они и были хорошими исследователями, они были ужасными коммуникаторами. Это был как минимум каждый четвертый предмет. И потом, еще как минимум каждый четвертый предмет был плохим по другим причинам. Даже когда университеты не были испорчены до той степени, как сейчас, если вы хотели пойти в университет и получить хорошее образование, это как бы зависело от вас. Но знаете, вам нужно было выбирать между профессорами, вам нужно было использовать вашу голову, чтобы найти значимые элементы. И я думаю, что в большинстве образовательных институтов вы все еще можете сделать это, хоть и ситуация такова, что не во всех. И еще менее это вероятно в гуманитарных науках, я бы сказал. Но я не настолько циничен, что верю, что это невозможно пойти в типичное заведение высшего образования и быть внимательным и учиться. Потому что всегда есть библиотеки. И библиотеки полны книг. И книги написаны замечательными людьми. И вы можете прочитать книги, написанные замечательными людьми, что вам и следует делать, когда вы идете в колледж в любом случае, или в университет. Вы все еще можете это сделать. И другое преимущество у колледжа в том, что вы покупаете идентичность. Потому что вы можете говорить людям, когда они говорят, чем ты занимаешься, что в каком-то смысле то же самое, что кто ты. Вы можете сказать, я студент. И это дает вам идентичность. Студент значит, что я кто-то, кто принес необходимые жертвы для получения свободы определения того, кем я хочу быть на протяжении обучения длящегося 4 года. И это не ничего, купить эту идентичность. И делить ее с другими людьми. Она дает вам огражденный сад для обитания, пока вы разбираетесь в себе. И вы лишаете себя этого на свой страх и риск. Если вы не хотите идти в колледж, то сделайте что-то настолько же хорошее или лучше. И если не можете, то идите в колледж. Не сидите на месте и не бездельничайте. Это очень большая ошибка. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписки. Всем хорошего дня. Пока.